господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного мне иногда скидывают люди из-за рубежа местная а вы знаете что новый ролик против вас не знаю я посмотрю они бред не занимается там ничего не знают но ему хочется сказать а ничего нет пустота и как один человек сказал они бегают вокруг моей колокольни мощица кодла называют у них ничего нету безбожники страшную вот почему когда мы что-то делаем мы должны понимать а где мы входим в ту графу в ту строку священного писания и что с нами происходит и вот вчера мне скинули еще новый материал и он как называется называется на обсуждение игнатия лапкина вступление часть 2 где-то первое где-то 2 1 вот вверху видимо вот вот выше выше вон в правом верхнем углу вот это вот похоже на то вот это первое да но похоже на то на вопрос ткнуть как открытие первое ну как как открыть его но я открою на открою сейчас может быть откроется первое вот часть 1 и вот здесь сидят люди обсуждают где-то это кино обидно что там какая-то студии вот это как сидит 1 2 3 а один из-за рубежа скоротовский самые беспутные самые негодные и что они говорят но человек выбрал местописание какое где-то я его тут просто открыл что она означает это место на обсуждение свой вот так немножко послушайте то свет христов подписано какая-то божья воля там с орионов антео назвался хулиганье и сидят священники паства не научно наушники надели студии это оказывается первое второе третье они больше ничем не занимаются и расписываются миссионерские отделы фальш всюду обман и вот что они тут говорят ну пришлось прослушать и она недолго пять минут послушаем доставим замысел побольше ибо не еще же закону священника и совету мудрому и слова у пророка придите сразим его языком и не будем внимать словам а ты припояшь через латвы и встань и скажи им все что я повелю тебе не молодушествуй пред ними чтобы я не поразил тебя в глазах их они будут ратовать против тебя но не превозмогут тебя ибо я с тобою говорит господь чтобы избавлять тебя то есть тот добрый день сделал видно что он хочет прокомментировать и вот они сидят в студии я не слышал первый раз слушаю дорогие радиослушатели в эфире радио томский благовест программа час миссионера сегодня это благовест благая весть но ясно дело слова такие хорошие сейчас миссионера миссионер это чудо тысячи талантов должны быть у него и что они понимают сейчас миссионера видите и кто-то комментирует не программе также принимает участие я ведущий александр ракин со мной в студии сегодня руководитель миссионерского отдела томской епархии русско-православной церкви отец алексей самсонов здравствуйте священник отец сергий дудко священ дудин отец сергий дудин дудин отец сергий дудин понятно я попутно хочу сказать это там где степаненко сместили они за то что женщин который без мужа нажимать детей за б а поставили вот этого который самсонов этот сидит смеется он меня никогда не видел никто меня не видел из них никто крови ни один вот здесь трое здесь и один там я поневоле думаю что такое когда его господь поразил страданиями а сегодня что это вуза они были вузах не были ни один они страдали за бога нет то есть мы в разных об плоскостях стоим горит на разных этажах и они трое пришли к его начинает поносить его всячески придумать вот точно так и тогда приходит четвертый ильюй а тот за рубежа полностью сходится но ему-то господь отнял его как ты возвратил вдвое потом а у этих как не было не было ничего после этого как они поговорили я посмотрел за это время у меня появилось полторы тысячи новых роликов выпущенные книги то есть они бьют пустое место там меня уже нету им смешно вот этот дудин с ним только с одним я переписывался хорошая была переписка девять роликов составлены по скайпу и он там говорил иногда ну что наш епископ я слово только скажу ему он меня с ребятишками на мороз выкинет а теперь когда его на место поставили самсонова уже убрали теперь поставили дудина это уже устаревший ролик оказывается и ему теперь надо убрать эти ролики и он начал ломиться в администрацию жаловаться нас блокирует то есть полное безумие бесчестность бесхарактерность узнали у кого ролики и просто взламывает и убирает ролики сжигает все но суд то божий будет это твои слова эти ролики на весь мир известны кто-то скачал их я их могу сегодня выставлять с его согласия было но слушаем что они тут изгаляются простите меня у него память на фамилии только с пятого раза и также с нами через интернет виктор скуратовский виктор вы катехизатор прихода местного нет не местного я как бы по вызову был я остановлю виктор скуратовский он себя позиционирует православным позиционирует никакой не православный из баптистов якобы пришел но баптист это церковь да зачем ты пришел если они церковь то да у баптистов во всем чище лучше более евангельская более апостольская в православии есть священство таинство литургия таинство плоти кровь у сектантов этого нет и приходить только ради этого надо астана это толкование здесь и мы с ним переписывались я ему книги выслал но когда он сказал что они церковь он как бешеный на меня бросился однажды сидеть всегда разговаривает вот так вот лежит скуратовский то маленечко поверни покажи еще спишь то сидишь вот так вот и ой ой подождите я схожу сейчас там на одну минутку я сижу жду жду его две недели это отношение к собеседнику все время развалившись и подождите маленько через две недели только появился а я сижу трачу время это одно и далее он как сбесился вот меня на еще в шестнадцатом году роспотребнадзор давил 45 лет я вожусь чужими детьми тысячи детей отдохнули без помощи государства эта организация буквально задушила нас он наконец-то этого упыряк прихлопнули давите его давите это от бога организация то есть он совершенно неверующий полностью совершенно не знающий бога и они его из-за океана нашли а я рядом меня не пригласили на беседу я спрашиваю почему не пригласили однажды другие там были мне еще не самоубийцы у меня все основано на слове божьем на святых отцах жития святых и канонной церкви вот они сейчас будут говорить ни слова нет из писания вообще ничего нету но они даже начинают что-то говорить против а потом говорят за то есть переворачиваться они ничего не находят мне это напоминает когда у меня был суд и выступали против меня мощная организация еврейская военезер там кпрф профессорский какой-то там профессора кого-то и к не было и вот выступает бобров геннадий александрович первый секретарь кпрф города барнаула железнодорожного района ваша честь а мы сидим перед судьей судья суд идет вот судя спрашивает а где вы сладкиным познакомились давно ли знакомы нет ли каких-то антагонистических у вас трени ваша честь это был конгресс интеллигенции очень большой тут был лауреат нобелевская премия жаре салферов и профессора академики выступает и вдруг выходит вот этот человек в валенках задрипанном каком-то пиджачке ваша честь но вот он заговорил и я прошептал златоуст то есть он сам пишет статьи он сам в газетах выступает перед народом но тут его что-то тронуло он забыл что мой враг а когда выходим в коридоре сидим он подошел ко мне размахнулся как бы дал так стенку бы ты влип только придем и к власти вот вашему к лагере вот вот так вот этого нельзя делать удоверять суди сидим он размахнулся меня вот так выглядит я в 20 лишним раза старше его то есть бешеные люди вот это бешеные они собираются я слушайте что они говорят придумают и начинают сбиваться на то что есть катехизатором являясь хочу сказать что мы не обсуждаем самого лапкина мы не обсуждаем вообще человека мы говорим не о нем лично не о нем как о человеке а вранье как говорят бог любит грешника грех не любит грех как будто медуза какая-то распылась в ведре лежит лапкин так а лапкин то еще состоит из брюк заплатаны из валеных из пиджачка из-за чего да как раз из дела состоит человек то из дел мы пушкина то знаем не по багенбардом а знаем что он написал евгений онегин другое но и сталин это не судят что он рябой было рука у него там скрученная а а именно из дел и судят а дела и книги мы говорим именно о его учении поэтому я заранее всем так сказать желающим предлагаю вести разговор именно в этом ключе они просто так а как его фамилия то матроски этого то вот это вот который ведет да я забыл уже такого фамилия просто говорит что вот позовите его и мы будем беседовать если человек сказал слово если человек объявил о своем мнении о своем учении довольно подробно то это значит предложение к тому чтобы на эту тему поговорить если один человек сказал я отвечаю за то что сказал а не зато как ты его понял вы слова то все переворачиваете если я сказал обличительное слово для пользы вашей для того чтобы не спровергнуть его но он какой я его не знаю ни одного из них я не видел в овощи отец сергей вот вы приготовили так сказать несколько цитат давайте начнем цитата следующая дело в том что игнатий лапкин утверждал и утверждает что у него есть некий аналог монастыря причем некий правильный аналог монастыря и он сказал следующее я по себе хотел поправить он выражал что это единственно правильно да 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 что это единственное правильное утверждение он считает что это он правильно говорит ну понимаете я считаю Ну и что, за это меня будете судить? А если я не считаю, зачем бы я и говорил, если не считаю? То есть отсюда вывод, что они говорят то, что не считают, то есть лгут. Но если это им не нравится, что я это утверждаю, этим живу. А почему не пригласить было? Вопрос-то. И не приехать, а здесь же. Из-за океана пригласили, ну и меня бы пятого никак. Иначе было бы нарушено. Дожиблили три и обвинять того, которого Бог уже поразил. И один оттуда придет какой-то иливый. Это компания, это просто копия из того, что было в самой древней книге Библии Иова. Автор, который неизвестен. Вот я теперь просто разъясняю, как они мнутся говорить, он не знает, что сказать. То есть подыскивается до внутренней жизни. И сейчас вот эту цитату я вам скажу. Монашество в том виде, в котором оно есть. Перенесло зло большее, чем фашисты, коммунисты, атеисты и язычники вместе взятые. Причем во много раз. Это очень страшное хула на монашество. И как он говорит, он монах? Нет, не монах. Больной сам, больное воспаление мозга, как он жалуется. Серьезно больной человек. Это его слова. Больная жена, больные дети. И какая его обстановка? Болезненная. Я сказал, в том виде монашества. Почему? Они запечатали людей. Речь идет о сотнях тысяч. Это были бы миссионеры, пошли к людям. Нет. Мухаммад, то есть Магомед, умер в 632 году. И за шесть столетий не послали ни одного человека к ним проповедовать. А теперь с мечами, теперь два миллиарда режут голову. Все. Я сказал, так ты меня вызови, поставь на суд и скажи. Я сказал. В том виде монашества. Почему? Они заблокировали все силы. Были ревностные. Всех уморили за стенами. А не то, что они не труженики. Я признаю, это люди герои веры были. Из них, говорит, гвозди делать можно было. Он не говорит ничего. А дальше-то что я за этими словами говорю? При этом... Батюшка, можно ссылку, откуда это взято, чтобы нас не обвинили, что мы сами это сочинили? Это взято с ролика. Он это прямо говорит. Эти ссылки на ролики у меня есть. Все прекрасно. Я могу, если кто-то попросит эти ссылки, я могу все это... То есть, это не из книги, а взято буквально из того, что... Из его слов. Он это в открытом доступе, есть ролики, он прямо вот этому говорит. Понятно. Это не голословное обвинение. Нет, это не обвинение для... Это не голословное обвинение... Нет, это не обвинение для того, чтобы ссылаться на источники. Да-да-да, есть ссылки. Методически правильный подход. Не найти среди вас ни правды, ни пути, ни истины. Не услышать слов от вас, в которых соль в небес. Для спасения души, дела, пути, слова у вас бессмысленны. Вы идете за Христом, но не несете Его крест. Душу, то есть жизнь свою, вы сберегаете. А того, кто за Христа готов ее отдать, вы его не только отвергаете, но готовы, как Христа, его распять. А Христос сказал, кто идет за Ним, но не несет свой крест, и кто душу в этой жизни сберегает, таковым не будет в Его Царстве мест, таковой при жизни благодать Христа теряет. Пусть же, души, обратившись ко Христу и услышав глаз Его, не ожесточат сердец, но отвергнутся себя, идя к Нему, и возьмут, неся достойно Его крест. Так, я возвращаюсь назад к тому, отчего отошли. Номер два, это вторая часть. А они сказали, придите, составим замысел против Иеремии, ибо не еще же закон у священника и совет у мудрого и слова у пророка. Придите, сразим его языком, и не будем внимать словам его. А ты, припоясь через латвы, и встань и скажи им все, что я повелю тебе. Не малодушиствуй пред ними, чтобы я не поразил тебя в глазах их. Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя. Ибо я с тобою, говорит Господь, чтобы избавлять тебя. Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио Томский Благовест, программа «Час миссионера». В сегодняшней программе также принимает участие я, ведущий Александр Райкин. Со мной в студии сегодня руководитель миссионерского отдела... Райкин, это который клоун-то был-то? Да. Ну, может быть, его потомки или дети. Интересно. Райкин! А? Райкин! Райкин? А, я думаю, Райкин. А ты что говоришь? Райкин. Райкин. Томская епархия русско-православная церковь, отец Алексей Самсонов. Здравствуйте. Священник, отец Сергий Дудко. Дудин. Отец Сергий Дудин. Дудин. Отец Сергий Дудин. Сын. Отец, простите меня, у него памятная фамилия только с пятого раза. И также с нами через интернет Виктор Скуратовский. Виктор, вы катехизатор прихода местного? Нет, не местного. Я как бы по вызову был. Я как бы по вызову был катехизатором являюсь. Хочу сказать, что мы не обсуждаем самого Лапкина, мы не обсуждаем вообще человека. Мы говорим не о нем лично, не о нем как о человеке, а мы говорим именно о его учении. Поэтому я заранее всем, так сказать, желающим предлагаю вести разговор именно в этом ключе. А не просто говорить, что вот позовите его, и мы будем беседовать. Если человек сказал слово, если человек объявил о своем мнении, о своем учении довольно подробно, то это значит предложение к тому, чтобы на эту тему поговорить. И так никогда не рассуждали святые отцы. Ария, они привозят даже в ссылке, было при визите. А ну раз сказал, ну по учении судите Златоуста, нет, его на суд представили, теперь отвечают перед всеми. Это что-то новое. А он сказал, да ты вырвала одно предложение. А он сказал, может теперь уже давно покаялся об этом. Им это не надо. Они не знают, а потому что сергианство. От Сергия Острогородского вот это предательство, ложь, хитрость. Все получают деньги, расписываются. Здесь не критика, а именно злословие. Те последние ролики, там он уже начинает, уже матершины слова говорит, там оправдывает церковнославянским языком, то есть священство уже. Тут речь в том, что вот все вот эти его цитаты, все вот эти его высказывания, они являются каким-то таким непререкаемым авторитетом со стороны его последователей. Последователей Лапковщины. Люди слушают, кивают головой, и никто не может сказать, да что же ты говоришь-то. Понятно. Истину слышат рожденные не от плоти, он говорит. Теперь, в каждой книге, а у меня 30 томов открытым оком, я привожу 3000 ссылок на Библию. Не просто ссылка, а выписанная со ссылками. 3000. А у вас на 3000 слов ни одного слова нет. Патриарх выступает 15-20 минут, даже никогда ни Библия, ни Христос слова не упоминаются. Поэтому вы меня во свете Библии судите, тогда дело другое. Как моя сестря устаробряться под награду, а я его книги не люблю. Почему? Говорит, да он на Библию ссылается, а я Библию не люблю. Ну, ясно дело, если у меня на Библии основано, а ты не любишь. Тут и так понятно. Да можно ли так говорить? Такое подчинение идет воле человеческой. Тотальное. Вот еще могу одну цитату вам произнести. Вот смотрите. Он разбирает ответы нашего святейшего патриарха Кирилла и в его бытности еще митрополитов. И смотрите, как он это все разбирает. Я вам могу сейчас прочитать. Вопрос 2510. Это по Игнатию Лапкину. Как вы считаете, это спрашивают у патриарха. Как вы считаете, какое влияние оказывают протестантские церкви различных динаминаций на духовную ситуацию в стране? Видит ли русская православная церковь церкви протестантских динаминаций, в частности пятидесятнических, в качестве своих соработников в деле духовного возрождения и укрепления России? Ответ патриарха. Отношения русской православной церкви с традиционными протестантскими конфессиями всегда отличались взаимной терпимостью, открытостью к диалогу. Однако сегодня протестантизм в нашей стране представляет собой неоднородное явление. Очень часто под именем протестантов выступают не лютеране или баптисты, а неохаризматические группы. Многие из которых имеют деструктивно-тоталитарный характер. Подобное объединение, эксплуатирующее внутреннюю слабость людей, негативным образом воздействует на ментальное здоровье своих приверженцев, вся духовная жизнь которых подменяется набором неконтролируемых эмоциональных реакций. Как православным, так и традиционным протестантам равно очевидно, что подобная лжедуховность находится в противоречии с библейским учением. Конец цитаты. Ответ патриарха. Теперь смотрим, какой комментарий дает Игнатий Лапкин. Я подчеркиваю, что вот эти ответы являются непререкаемым авторитетом для людей. Они распространяют книги именно вот с этими ответами. То есть непререкаемый авторитет. Вот а что больше его трогает, повторяет, что это сказано, да и аминь. То есть у них-то этого нет жижи. А у меня действительно так. Я сказал, подтвердил места Писания, святыми отцами, житиями и канонами. Больше ничего у нас нету. Андрей Кураев это увидел. Игнатий-то ничего своего, говорит, не говорит. Он целые пласты поднял, которые мы забыли. А они ничего нет. Подыскиваются. Что они нашли? За что будут судить? Ответ Игнатия Лапкина. Лжет, митрополит. Почти, как и всегда. И слукавил по-крупному. И вот я подчеркиваю, что я цитирую сейчас Игнатия Лапкина. Всегда православная церковь душила, душила и душила сектантов и гноила. И гнобила их. Потому что на основании Библии мало кто может что-то доказать. А являясь государственной религией, поступала согласно государственного закона, как архиепископ Нижегородский Петерим, душивший староверов до смерти и тысячами, или Иосиф Володский, требовавший казни и смерти всем, с кем сегодня заигрывают. Сектанты, не верьте митрополиту, он играет с вами. Конец цитаты Игнатия Лапкина. То есть это прямое обращение к сектантам, фактически обращение к восстанию. Восстание, что где там, бредит на сытый желудок. Где, какое, я с сектантами, они не пойдут никогда и не ходили на это к восстанию. И все. Вас восстание с другой стороны ждет. Там два миллиарда ворочатся под боком. К бунту. Конечно. Такое в ленинском духе. Да. Апрельские тезисы такие, что вот вас душили, душат, и вот эти вот коварные попы, они только и ждут, как бы, как вам пустить кровь. Конечно. Человек, дело в том, что когда мы кого-то ведем к Богу, мы хотим, чтобы он все-таки к Богу прилеплялся и его созерцал. Вот так же, как в семье, наверное, я не знаю, у всех, наверное, так. Если родители любят своих детей, то они хотят, чтобы они стали не то, чтобы такими, как мы сами, но и лучше нас. Возникает такой период в жизни ребенка, когда он начинает противоречить и, как бы, доказывать свою точку зрения, отстаивать ее. Это нормальный родитель, если он любит своего ребенка, он радуется, что это один из... То есть ребенок возрастает, и у него появляется что-то свое, и он отстаивает свою точку зрения. Потом, может быть, он соглашается с точки зрения родителей, но это уже другое. Виктор. Как по вашему мнению, почему люди так некритичны и даже с таким каким-то, ну, может, в некотором смысле, с извращенным удовольствием встают под знамя Лапкина? В чем вот вы видите причину такой его привлекательности? Вы знаете, тут это сложный такой психологический феномен зомбирования. Типичная тоталитарная секта, гуру, диктатор такой, который никакого послушания не признает. Понимаете? Он возмущается, когда слышит цитату, что послушание выше поста и молитвы. Эти надписи не мои. Вы знаете, это знаменитая цитата. Да, да. Взятая, кстати, из святых отцов. Но в его секте беспрекословное послушание. Вы заметили, какое послушание в его секте? Причем это послушание, ну, куда-то монастырскому послушанию. Если кто-то будет противиться Игнатию Лапкину, он перекричит, он подавит. Это он говорит-то не от всего-то. Я его подавил в эфире. Это сказал, что у стихтантов нет священства. У нас ни о чем другом не было. Вообще, я его с Куратовского не трогал никак. Хорошие были даже разговоры и прочее. А почему он так поступил? Своё я задело. Показано было, что это засланцы. Он не перешел никуда в православие. Совершенно. И теперь как бы. Котехизация это не миссия, это не благовестие, ничего. Закон Божий, свечки там, устройство храма. Котехизация. И то как бы. То есть он никакой. Совершенно никто. Но все время хочет стать священником. И он ей не руку полагает. Он ничего не скрывал, когда мы с ним беседовали. У нас есть беседы. И теперь он как бы, как-то ему надо заранее. От сектанты, сектанты, зомбирование, сектанты. Это Дворкинская всё блевотина заливает. Но если сектанты ты докажи, ты видишь, от отвлек местного митрополита, никаких канонических нарушений у Игнатия Лапкина нет. Митрополит Сергий Иванников говорит. Это русская народная линия запросили ответ на сочетательном лагере. И он им ответил. Нету. Под запрещением не состоит. Сектанты, сектанты. И к нам приезжают епископы в Московской патриархии с хором, с секретарями, с священниками, с семинаристами и служат. С кем они служат, причащаются? С сектантами? Тогда все правила канонические падают на епископа, не на нас, на сектантов. Мы всё равно не церковные. Это полное сумасшествие. И при том, когда разделили местную епархию алтайскую на четыре, то теперь митрополита нового прислали. И ему подчиняются остальные. Значит, патриарх не знал, кого ставил. И митрополит приезжает со священниками, окончившими академию, председателем миссионерского отдела алтайской митрополии. И они с нами служат в хороших отношениях. И митрополит Сергий меня причащает сам и просит скажите проповедь. А эти в глаза не видели, что это Иливу пришел. Вот Иливу в Иова. А кто такой Иливу? Сектанты говорят, это сын Божий. А почему? Ну как Мельхиседе, Казатаус говорит, ярый безбожник. Его Бог говорит, бессмысленный. Он не признает ни старость, ничего нету. И всё нагородил, он ничего не знает. Безбожник. Вот кто, третий Иливу, смелодейфли из Америки. А кто это говорит, буквы пишет, не знаю. Мне вчера скинули, но мне интересно просто посмотреть. Первое, второе, третье, я даже не знаю где там. Свет Христов назовут. Сатанинская тьма. Под разными именами. Мне кажется, вы знаете, почему люди вот так, можно сказать, как говорите, с удовольствием следуют за этим уже учителем. Просто я думаю, это... А-а-а, это москвичи. А-а-а. Вот он заранее сказал секта. Ну секта, ты докажи, что это секта. У секты, у сектантов нет икон. Ага. Ну на простом уровне всё. У сектантов нет епископа, слышали. А нас назвали сектантами. И люди говорят, секта. А почему икон нет? Говорят, да ты сходи, посмотри, у них икон. Ты в комнате икон. А это они ради вас навесили. То есть им дальше надо лгать. Первая лошадь, а не вторую. Ну у них же епископ есть. А епископ. Он приезжает, причастит их, а они его палкой, говорит, гонят, пока не выгонят за деревню. То есть конца безумия никакого нет. Ну нету икон у них. А епископа нет. А одна пошла и говорит, а я была у них, епископ служил. Да это, как же сказать бы, да я не знаю. Так это может не епископ был? Ну как не епископ? Там московская патриархия и митрополит это был. Ну тогда не знаю. И эти-то они ещё как бы не знают. Ни одного слова нет истинного, что служители дьявола. Они окружают страждущего Иова, Троя. И один оттуда четвёртый и ливый. Это часть человеческой природы, может часть российского менталитета, я не знаю. Но то, что это лже-послушание, это лже-учительство, лже-подвижничество, это очевидный факт. В этом нет любви. Понимаете? Вот эти люди, которые следуют Игнатию Тихоновичу Лапкину, я бы не сказал, что они находятся в такой же прелести, как Лапкин. Понимаете? Но иметь такое послушание, извините, такому диктатору надо смирение иметь, правда? Ну да. Это парадокс, да? Но не каждый как бы согласится слушаться беспрекословно Лапкина. Понимаете? На Лапкина они не судят. Они сказали бы, а что-то вопреки Писанию Лапкин требует? Нет. Как у нас, какой порядок, тишина, это не просто всё далось. Конечно. Если учитель, он должен его слушаться. Я не учитель. Я просто говорю, что Василий Великий считает, и Златоус об этом говорил, наведи, говорит, порядок, а потом продолжает служение. Ты посмотри на наш порядок, как одеты люди, как приходят. Пять лет готовят до крещения только иногда. Пятьсот часов академических. У них пять минут даже нету. Ясное дело, что он даже не понимает, о чём говорит. В чём привлекательность? Вы задали очень хороший вопрос. Значит, Лапкин, как я уже сказал в предыдущей передаче, он играет на болезнях, на недостатках нашей церкви. Играет, главное. В силу, конечно, внешних обстоятельств церковь была подавлена полностью. Она была в пленении 70 лет под большевистским игом. Расколота была катакомбная церковь. На Западе была зарубежная церковь. Ну, вы понимаете, то есть ситуация была неоднозначная. Понятно. Ситуация неоднозначная. Но под этим гнётом находились и старобрядцы. Ни одного за 300 лет не мочили, а только всех полное погружение. Да нельзя было проповедовать. Все до одной баптистской общины проповедовали, выпускали братские вести. Журнал такой у них был, где проповеди с первой строчки до последней. Хорошие проповедники. И московский журнал московской патриархии, ЖМП. А тогда по печатному делу, митрополит Петерим. И переводили так, ЖМП, жалкие мысли Петерима. ЖМП. Советская власть, советская власть не крестили. Я пошёл к уполномоченному здесь, Седишев Александр Петрович, и тогда был ещё Лисенков Геннадий Иванович, из Москвы присланный, по делам религиозных культов. Внимательно слушай. Я говорю, почему вы не разрешаете крестить полное погружение? Кто не разрешает? Я говорю, настоятель сказал, Войтович, ваш дружок, который полностью делал, как они скажут, вас под суд можно отдать, потому что вы кревещите на нас. Как? Да идите хоть, утопите их всех, нам какая нужда. Ах, вот как. Я пришёл к нему и говорю, да к вам их кто запретил? И он, видимо, уже перезвонил ему. Но это, знаете как, это как бы негласная инструкция такая, это вот такое советская власть довела. Да после советской, это 25 лет прошло, и так мочите. Ну, 25, теперь 26 лет. Ещё изменилось, да 26 лет, это поколение целое выросло. Так лбы и мочат, и люди ничего не знают, не учат. Это всё лукавые, хитрые отговорки. Они лжецы, и нашли лжеца из-за рубежа. Отбейся от лжи. Близко не подпускай, изгони этого демона. Иначе у тебя начнётся кверх ногами вот так всё рассуждение. И они называют меня, у них больше заниматься нечем. И он говорит, предыдущие передачи, значит... Органы безопасности контролировали полностью жизнь церкви. Кстати, вот Дмитрий Дудко, вы запомнили эту фамилию очень хорошо, когда начал проповедовать в конце 70-х годов, моментально, моментально КГБ следило за ним, был схвачен. Вы знаете, его проповеди распространялись в Санкт-Петербурге, на Западе. Вот. Но это пример, когда какая-то жизнь в церкви прорастала. Она подавлялась безбожным, тоталитарным, сатанинским режимом коммунистическим. Понимаете? Он говорит, понимаете, значит, там подавлялась... Мне, вводитель миссионерского отдела... А вас не... А, это перекинулась. А вас не подавлялась, значит, у тебя там жизни-то не было. А сейчас я перекину, где он там говорит? Сомской епархии, русско-проосланцы. Лапкин, понимаете, он это очень хорошо использует. Что людей принимали в церковь совершенно неверующих, неподготовленных, нераскаившихся, неуверовавших. То есть, фактически, такая профанация, можно сказать, происходила. Понимаете? И Лапкин... В чём его козырь был? Занятие по Библии. Понимаете? Он берёт Библию и говорит, я знаю, что написано в этой книге, я знаю, что вам надо делать. У меня есть вопросы, решения почти на все вопросы вашей жизни. И многое, что он говорит правильно. Понимаете, в чём всё дело? Многое говорит, но эту правду, эту правду, о которой он говорит, он говорит, что вы грешники, что вам надо принять Христа как личного спасителя, используя протестантскую, скажем так, богословскую терминологию, но, в общем-то, правильно. Понимаете? Даже с православной точки зрения, он правильно говорит, что надо принять Христа, надо встретить Христа. Вы понимаете? Он становится старцем, гуру, учителем. То есть, он возомнил себя Божьим пророком, учителем, реформатором православия, и он считает, что Бог его призвал от пелёнок, чтобы он был вот этим Божьим реформатором. Понимаете? Вы понимаете? То есть, сразу, когда человек приходит к Богу, да, я не отрицаю, что там происходит некая какая-то встреча с Богом, происходит некая какая-то встреча с Богом. Есть какая-то доля духовности у этих людей. Вы понимаете? Но видно, что многие люди очень приятные, интеллигентные и так далее. То есть, некая доля, они определяют. Они не судят, нет. Они определяют. Не Бог определяет, а они. И слово гуру у них ругательное. Гуру это означает учитель. Как вождь означает фюрер. А Сталина вождём можно назвать, а фюрером нельзя. Но ты гуру-то сам придумал. А тебя не слушаются. А вы учите? Ну, конечно, учите. Так учите-то лжи. Лжи всех подряд упокоив от Царства Небесом, когда дня не был верующим. Но в чём главная опасность лапковщины? В том, что в этом смешении правды с ложью, с кощунством, вот с этой душевной, страстной рассудочностью, вы понимаете, да, о чём говорится речь? Да, да. Мы имеем это духовное уродство. Лапковщина — это духовное уродство. Это ересь. Это прелесть бесовская, которая ведёт в конечном итоге к бунту против Матери Церкви, к кощунству, к расколу. А как святые отцы, что может грех раскола? Только кровь мученичеством. Понятно. Он слово придумал, лже, и теперь на это лже всё основывается. Расколу. Ну, я 54 года работаю, наверное, можно было расколоть хоть один пенёк-то. А дальше пишет теперь доктор Богословев, профессор. Но тысячи людей, которые через Лапкина пришли, и Бочков пишет, Павел, профессор, профессор Московской Патриархии, мы этого никуда деть не можем. Никак. А он ещё встречался, нет. А-а-а-а-а. То есть придумывают, сидят. Это и Ливой пришёл. И Ливой, и это три, которые стали обвинять его. И правильные вещи он смешивает с ложью, понимаете, с Бесовской ложью. Если ложь, Бесовская ложь, она иной-то и не бывает, Патриаршая ложь, она всё равно Бесовская. Но теперь-то этот понимает, что он куда гонит, встревает в разговор. Ну, ты покажи тут надписи есть, покажи хоть в одном месте. Одну секунду. Сейчас вот отец Алексей хотел. Знаете, я беседовал про Лапкина с разными людьми. Одни, слыша про Лапкина, как бы так вот руками, вот молодец, Игнатий Тихонович правильно делает, вот так и надо критиковать всё. Но это люди, как бы чем-то озлобленные, как-то на церковную власть или ещё что-то. Большинство же людей улыбаются, которые знают внутреннюю обстановку церкви, священников и прочее. То есть они понимают, что всё это, то, что говорит Лапкин, оно в поменьшей мере наивно. Что здесь намного сложнее всё. И вся вот эта критика вся, она поверхностна. На самом деле всё намного сложнее и даже хуже в каком-то смысле. Даже хуже, чем я говорю. Но тот рецепт, который он предлагает, вот эта критика вся, она поверхностна. На самом деле всё намного сложнее и даже хуже в каком-то смысле. Но тот рецепт, который он предлагает, это же не рецепт исцеления. Он критикует не с целью исправления, а с целью занять их место. Они просто ревнуют, потому что не им это принадлежит, а в большинстве своём. Движущим мотивом является чаще всего алчность и зависть, что вот они оказались у этой, так сказать, кормушки. То есть он рассуждает по себе. В суде ближним по своим грехам, когда с Таёвского один герой говорит, чтобы сильнее уязвить его. Я о кормушке их. Для меня сколько и архиереев, которые сватали быть священником. И это не моё. Зачем мне это нужно? Кормушка. Да вообще смешно. То есть судит по своим главным порокам серебролюбие церковное. Трусость и корысть. Корысть и трусость. Чем трижды больна церковь, как Краснов-Левитин говорил, шесть сроков отсидевшие. А эти сидят здесь. Ну вот это что, он и спастился, что ли, кто первый-то этот, Райкин-то. Что вот они оказались у этой, так сказать, кормушки. И то, что Игнатий говорит, то, что вот его, то, что он себя позиционирует фактически вот на роли Анны Крестителя, не больше, не меньше, вот с его заявлением о том, что мне там исповедуетесь и прочее, выдает мотив вот подобного рода. Отец Сергей, вы хотите добавить? Ну, здесь можно следующее добавить. Ну так, ремарка небольшая. У людей, которые так или иначе сталкивались с ним и в каком-то смысле все-таки соприкоснулись со Христом через него тут. Это правда, действительно соприкоснулись со Христом. И когда у них открываются глаза, начинается сразу же такое давление, если я начну что-то говорить, я однозначно предатель. И чем закончилась? Я иуда. Все, еще нету. Вот и все на этом. То есть ничего нету. Мои книги брали на исследование, не два раза, а где? Все и дворкину давали, и в монастыри, и в Почаевской лавре, и за 14 лет ни одного слова мне никто не написал. Нету? Ничего нету? Да я благодарю Бога. Из-за этих людей благослови их, Господи. Но жертву-то этих не примет, говорит Господь, вы через его придите, он вам жертву будет приносить за вас. Не забывайте, чем закончились эти обвинения для того, который был уже наказан, или испытан, вернее сказать, не наказан. Господь его показал, похвалился им перед сатаной, видел и раба моего Иова. А я могу сказать, меня Бог вывел из тюрем. А вы-то сидели в это время, парились со своими грехами, со лживым крещением. Богу нашему слава за все, за все. Аминь. Аминь.